Во Владивостоке началась декада среднего профессионального образования. Впереди множество торжественных и деловых мероприятий. Цель проста – рассказать об СПО школьникам и показать им на примерах, что рабочих профессий сторониться не надо. Эти мероприятия пройдут в крае в течение двух недель. Включают в себя как фотовыставки, музейные инсталляции, торжественные мероприятия в разных городах. Уссурийск, Спас Дальний, Находка, Арсеньев. Праздник устроили в здании правительства края. На входе гостей сразу встречает интерактивная площадка. Викторины, мастер-классы и фотозоны по 10 направлениям образования. Туризм и сфера услуг, судостроение, сельское хозяйство, педагогика, морской транспорт, клиническая и профилактическая медицина, искусство, а также художественное творчество. Ребята умеют удивлять. Здесь даже представлен робот-садовод Блюма. С его помощью можно высаживать семена, а второй панцирь служит для полива. Это авторская разработка Валентина Лахтиковой. Говорит, началось все с простого участия в конкурсе. Две недели плотной работы без сна, и вот придумали помощника в садоводстве. Сколько времени ушло на то, чтобы создать вот такую технику? Именно из конструкции, где-то две недели ночами. И сейчас у него акриловый корпус, это тоже плюс-минус неделя-две. А здесь уже другие гении. Они – профессионалы молекулярной кухни. И на своей площадке решили удивить гостей чипсами из рисовой бумаги. Внутри – молекулярная икра из разного сока. Дыня, арбуз, сельдерей, апельсин. За таким вкусовым разнообразием не всякая фантазия успеет. Также на ней здесь присутствуют цукаты из апельсина, лимона и лайма. Ребята сначала изучают теорию, потом идут в нашу замечательную лабораторию, отрабатывают то, что они получили на теории в кабинетах, аудиториях. И потом мы воспроизводим то, что ребятки изучили. Министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий тоже попробовал изыски этой кухни. Говорит, ему все понравилось. Вкусно и ребята молодцы. Что можно сказать про среднее профобразование Приморского края? Я лично горжусь нашей системой среднего профобразования. Нам есть что показать, нам есть что еще делать, куда развиваться. И, как говорится, у нас есть команда, это главное. После того, как ребята показали свои умения на выставке, началась торжественная часть в зале. Для гостей и участников подготовили целый концерт. Сегодня профессиональное образование – это возможность приобрести специальность и сразу быть трудоустроенным. Такой подход – основа развития России. Об этом сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка, а также он обратился к ребятам. На сцене также наградили самых активных сотрудников и студентов системы среднего профобразования региона. Почетную грамоту губернатора Приморского края получил мастер производственного обучения колледжа машиностроения и транспорта Александр Попов. Напомним, в Приморье сегодня более 60 образовательных организаций, работающих по программам СПО. В приморских колледжах обучаются около 50 тысяч студентов и работают 1700 преподавателей и мастеров производственного обучения.